В читальном зале научной библиотеки Тюменского института культуры открылась новая выставка «Пять колец». Она посвящена 125-летию возобновления современных Олимпийских игр. Это был 1896 год. А как все начиналось? Древняя Греция, Пелопоннес, Олимпия. Первые Олимпийские игры были именно там. И проходили они с 1776 года до н.э. до 394 года н.э. К сожалению, потом указан одного из римских императоров Феодосия I, они были прекращены. Олимпийские игры – это очень интересное зрелище. Делался первый стадион, строились трибуны из белого мрамора. Здесь же был храм Зевса, статуя Зевса. И почему здесь есть Аристотель? Потому что именно Аристотель делал первый список олимпиоников. Это победители Олимпиад. В Олимпиаде Древней Греции было несколько видов спорта. Это были бега, это были конные состязания, это были прыжки в длину и так далее. Постепенно они увеличивались. От одного дня до пяти дней была сама Олимпиада. В последний день было награждение. И вот после того, как в 15 веков не было этих прекрасных Олимпийских игр, один из основателей, француз, спортсмен и философ Пьер Фредди Барон де Кубертен сделал все для того, чтобы восстановить, возобновить Олимпийские игры. Он привлек внимание спортивной общественности Европы и Америки для того, чтобы вновь воссоздать энергию движения и величие спорта. У Олимпийских игр есть один хороший девиз. Быстрее, выше, сильнее. Этот девиз от одного из священников древней Олимпии, когда он работал со своими учениками, он им говорил, чтобы быть хорошим спортсменом, нужно быстрее, выше, сильнее работать и бежать. Пьер де Кубертен – это основатель Олимпийской хартии. Вся символика, которую мы знаем сейчас, это тоже от Пьера де Кубертена. Его усилиями текст клятвы спортсменов мы сейчас знаем. Менялись какие-то правила, но в основном то, что было наработано этим замечательным инициатором, это сейчас есть в Олимпийских играх. Пять колец. Пять колец – это пять континентов. Это, конечно, все знают. Здесь мы видим современные Олимпийские игры наших чемпионов. Это Лариса Латынина, Олимпийская чемпионка по гимнастике. Это Юрий Власов, тяжелая атлетика. Здесь медали, какие получают Олимпийские чемпионы. Наша замечательная Олимпиада 80-го года в Москве. Музыка Пахмутовой. Прекрасная песня прощания. До свидания, мой маленький Миша. Зимние Олимпийские игры – это тоже одно из чудес. Зимние Олимпийские игры были восстановлены только в 1924 году. Но уже в 1908 году Россия приняла участие в играх. И только один вид спорта – это фигурное катание – был включен. И чемпионом становится наш Панин Коломенский. Чемпион по фигурным катаниям. Затем Олимпийские игры, конечно, с 1952-го уже Россия участвовала во всех играх. Замечательные наши чемпионы – это Белусова и Протопопов. Это Жук. Это великолепный, легендарный наш тренер Станислав Жук. И его чемпионы – 11-кратная чемпионка. Ирина Роднина со своими партнерами. Уже более ближе к нам Олимпиады. Это Олимпиада 2014 года Сочи. Татьяна Навка и Костомаров. Это Евгений Плющенко. Это Алексей Ягудин. Конечно, они были раньше, но это были Олимпийские чемпионы. Здесь немножко истории. Один из наших основных тренеров по фигурному катанию – Татьяна Тарасова. Это Лидия Скобликова. И великолепный конькобежец. Это Пахомова и Горшков. Это наша гордость, это наша слава. И последний стенд. У нас Тюменское Олимпийское движение. Владимир Чебоксаров. Наша гордость. В Олимпиадах более позднего периода уже участвовали наши биатлонисты. Это Павел Вавилов. Это Галина Куклева. Это Луиса Носкова. Передача огня в Тюмени. И, конечно, Олимпийские игры остаются у всех в душе и памяти. Если вспомнить о Нагана, где была очень трудная для нас Олимпиада, можно сказать так. В Нагана белые поляны. Нет абсолютностей. Там мир спорта. Ты такой нежданный. Такой прекрасный, как Роман. Субтитры создавал DimaTorzok.